Накануне дня рождения Женаузена в Мангастауской области презентовали Центр обслуживания населения и музыкальный фонтан. Он построен по программе «Дорожная карта занятости». В ближайшие пять лет в городе планируют реализовать десятки проектов, отремонтировать объекты здравоохранения, образования и культуры. Тамара Степанова расскажет подробнее. Когда-то город Женаузен был вахтовым поселком. Там постоянная пыль, проблемы с водой и многочисленные вагончики, в которых жили рабочие. Так в двух словах можно описать будущий нефтяной центр Мангастау. Саулия Коженепиисова, ровесница города, помнит все этапы его развития. Сейчас этот город не узнать. Он так преобразился. В этом городе только жить и жить, мне кажется. Здесь все условия. Здесь у нас хорошие люди, хорошие условия. Город стал зеленым, красивым, красочным. В рамках государственной программы развития моногородов составлен план на ближайшие пять лет. На реализацию 48 проектов предусмотрено почти 63 миллиарда тенге. Здесь отремонтировали городской дом культуры, дороги, освещены центральные улицы. Мы в прошлом году приняли программу по улучшению, по капитальному ремонту ветхих домов. На сегодня уже по 27 домам сделаны проекты. Проделан энергоаудит, потом проекты с методокументацией на капитальный ремонт этих домов. На сегодня мы уже 7 домов делаем капитальный ремонт. Начали буквально месяц тому назад. Это второй микрорайон, пятый, шестые дома, первый микрорайон, девятнадцатые дома и так далее. Эта программа будет продолжаться. Решают же на Узении проблему нехватки питьевой воды. В районе Киндерли планируется построить опреснительный завод. В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование проекта. В сутки там планируют производить 50 тысяч кубометров воды, что полностью обеспечит потребности населения в чистой питьевой воде. Гостаусской области, Хабар, 24.